Говорит Черкесск Рита Нерова о некоторых событиях республики. Здравствуйте. И вот что главное. Вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в Северокавказском федеральном округе обсуждены руководителями субъектов. В грядущем году на территории 10 населенных пунктов Карача-Чекесии будут проведены работы по благоустройству общественных территорий. С 28 декабря на портале Госуслуг откроется форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. И на курорте Архиз стартовал горнолыжный сезон. Далее подробно об этих и других темах. Полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФ Юрий Чайко провел заседание межрадинственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северокавказском федеральном округе, в котором приняли участие высшие должностные лица субъектов, руководители правоохранительных органов и представители ресурсоснабжающих организаций. В ходе заседания, в частности, был рассмотрен вопрос, касающийся предотвращения мошеннических схем со средствами граждан и организации в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Юрий Чайко отметил, что сохранение угроз, обусловленных проблемными вопросами в данных сегментах экономики, делает уязвимой экономическую безопасность в социальной сфере и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей округа. По его словам, ситуация в сфере топливно-энергетического комплекса сегодня свидетельствует о сохранении мошеннических схем, связанных с уклонением от погашения задолженностей за потребленную энергию, завышением тарифов, увеличением объема выполненных работ подрядными организациями и многом другом. Это требует активизации работы на всех уровнях по исправлению отмеченных недостатков. На составшемся очередном заседании правительства Республики рассмотрено порядка двух с половиной десятков вопросов. В частности, утвержден порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам Карачао-Чекесии в следующем году. Речь идет о медработниках, прибывших на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский доктор». Напомним, по поручению руководителя региона в Республике введена дополнительная выплата для сельских врачей. Таким образом, помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы «Земский доктор», в текущем году 21 врач получил дополнительную оригинальную выплату в размере 100 тысяч рублей. В грядущем году по программе планируется привлечь 20 человек. Кроме того, утверждены порядок и условия предоставления гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и Херсонскую область, и прибывшим на территорию Карачао-Чекеси на постоянное место жительства социальные выплаты на приобретение жилого помещения на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов. Так, социальная выплата будет предоставляться однократно. На минувшей неделе составила 43-я сессия Народного собрания Республики, на которой рассмотрено 27 вопросов, по большей части связанных с приведением республиканских законов в соответствии с федеральным нормативом. Кроме того, парламентарии приняли законопроект, который упростит получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а еще они расширили перечень граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, рассказывает начальник управления Министерства юстиции России по Карачао-Чекеси Зухра Учакова. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза. Вдовы и семьи умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий. Также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Новогодние мероприятия только для начальной школы. С 22 декабря участие в праздничных утренниках примут обучающиеся с нулевого по четвертый классы. Подобное решение принято по двум причинам. Стремительно распространяющийся грипп, этичность проведения подобных мероприятий во время специальной военной операции. Информацию комментирует министр образования и науки Республики Инна Кравченко. Новогодними мероприятиями в этом году будут охвачены только учащиеся начальной школы. Так, с 22 декабря в праздничных мероприятиях примут участие обучающиеся в общеобразовательных организациях с нулевого по четвертый класс в количестве более 26 тысяч человек. Штаб «Мы вместе» объединяет огромное количество организаций, органов власти, коммерческого сектора, благотворительных фондов, бизнес-сообщества, также жителей нашей республики. Масштабы и темпы работы нашего субъекта являются одними из лидирующих в СКФО. На сегодняшний день по поручению главы Карачащики Сирошида Тимрезова абсолютно все семьи военнослужащих взяты под опеку. Большие объемы гуманитарной помощи отправляются в зону специальной военной операции. На сегодняшний день это порядка 400 тонн груза, сообщила руководитель штаба Ася Хакирова. Я знаю то, что у нас в республике абсолютно все семьи не только мобилизованных, но и в целом военнослужащих нашей республики находятся под социальной опекой в каждом районе по поручению главы республики. Бытовыми вопросами, психологическая поддержка, юридические консультации – все это общий объем работы, который на сегодняшний день в полной мере помогает семьям в сложившейся ситуации. Мы все с нетерпением ждем новогодних и рождественских праздников, но не стоит забывать, что в этот период нас могут поджидать не только приятные сюрпризы. По статистике, во время зимних каникул службам экстренного реагирования приходится выезжать на вызовы чаще обычного. Чтобы празднование Нового года не обернулось трагедией, сотрудники МЧС заранее проводят профилактические рейды и мероприятия. Как сделать праздники безопасными, обсуждали в Черкесске на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечиванию пожарной безопасности. Тему продолжит начальник главного управления МЧС России по карачащей кейси Александр Голоколенко. Мы дополнительно развернем в поселке Романтика и в поселке Домбай оперативные группы МЧС России, которые на постоянной основе в усилительном режиме будут там находиться. В случае осложнения оперативной обстановки, вы должны тоже для себя знать, первоочередные силы будут применены в необходимые сроки в установленном порядке. Также на дежурство мы поставили вертолет МИ-8, который в готовности у нас к применению в рабочее время в течение часа. И долет до республики 40 минут. Поэтому в случае, если будет необходимость эвакуации туристов каких-то, наших гостей, не дай бог, чтобы каждый из себя понимал, что можете обращаться. Здесь надо к этому вопросу обратить особое пристальное внимание, особенно продажа, реализация оперативных изделий в неустановленных местах. Продажа, соответственно, и пресечения продажи малолетним детям, ну и, соответственно, проведение фейерверков и всех остальных усилительных мероприятий в срокном соответствии с требованиями закона. На портале госуслуги с 28 декабря откроется форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. А в январе следующего года все досрочные заявления будут переданы в социальный фонд. Первые выплаты придут всеми уже в январе. Отметим, что досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые будут заполнены 28 декабря, и те заявления, которые будут направлены позже, поступят в социальный фонд после 1 января. Подать заявление можно будет не только онлайн, но и уочно в отделениях социального фонда или МФЦ с 9 января. Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Черекес-Хабес-Подъезд-Камцуар-Хыз, которые были включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», полностью завершены. Напомним, капитальный ремонт участка общей протяженностью 5 километров начался весной этого года и включал в себя работы по замене земляного полотна и устройства нового двуслойного асфальтобетонного основания дороги. После завершения этих работ нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки, а также обустроили остановочные пункты и парковки. В 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 10 населенных пунктов Крача-Чекесии будут проведены работы по благоустройству общественных территорий. Поскольку одними из критериев утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий является его согласованность с местными жителями, представителями органов местного самоуправления проводится общественное обсуждение дизайн-проектов, где любой местный житель может предложить свои идеи или высказать возражения, касающиеся дизайна и функциональности общественной территории. Напомним, что в грядущем году общественные территории будут благоустроены в Черкесске, Карачавске, Уст-Джигуте, Преградной, Медногорском, Иркины-Юрте, Апсуаха, Безе, Инжичукуне и Псыжи. В Иркин-Шахаре прошел митинг-концерт «Своих не бросаем». В каждом прозвучавшем слове поддержка национального лидера президента страны и его решение провести специальную военную операцию на Украине, поддержка наших бойцов, военнослужащих российской армии, которые с честью и достоинством защищают страну и ее граждан. Митинг собрал представителей общественных организаций, активистов в различных движениях и молодежи. На курорте Архиза стартовал горнолыжный сезон впервые на искусственном снегу. Трассы, подъемники и другая туристическая инфраструктура полностью готовы, протестированы и принимают гостей. На курорте открылись сразу два склона – северный, где подготовлены четыре трассы разного уровня сложности и южная синяя трасса «Стрелка», а также четыре канатные дороги. Праздник начался со спектакля с участием театральных кукол на главной площади курортного поселка «Романтик», после чего стартовал массовый заезд с участием более 80 лыжников и сноубордистов, который завершился церемонией награждения и сетом от диджеев. В сервис-центре были организованы театральные мастер-классы, где артисты поделились основами актерского мастерства, провели тренинги на развитие творческих навыков и воображения, а также рассказали о разных системах театральных кукол и управлении ими. Для того, чтобы каждый турист мог ощутить радость от катания на горных трассах, Министерство туризма и курорта в республике также организовало бесплатное обучение гостей горным лыжам и сноуборду с профессиональными инструкторами. Кроме того, для гостей предусмотрена программа полетов на воздушном шаре, что позволит туристам увидеть пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. Более 30 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Карача-Чикесии и Капарзинополкарии представили свои работы на выставке, главной темой которой стал карачаево-балкарский героический эпос. «Сокровище земли Нартов» – это порядка 100 работ, которые знакомят посетителей с преданиями прошлого и подвигами легендарных героев. Еще одна особенность экспозиции в том, что она передвижная. В картинной галерее выставка продлится до 15 января следующего года. Информацию комментирует директор Государственного Карача-Чикесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджи Мурат Ильканов. «Я думаю, мои коллеги тоже меня поддержат, что в будущем мы спланируем, скажем так, фестиваль Нартов, где будут представлены и все другие наши соседи. Думаю, будет очень интересный проект. После этой выставки, я думаю, мы обязательно сядем за стол и обсудим возможность дальнейших таких проектов». Ну и последняя информация. Сразу семь воспитанников спортивной школы номер 6 Черкеска стали победителями и призерами Кубка России по кикбоксингу, который прошел в Анапе. В общей сложности в состязаниях принимали участие более 400 спортсменов ВИЗ 29 регионов России. Копилку Карача-Чикесии пополнили Никита Меркулов, которому досталось золото, Ислам Каракетов, завоевавший бронзу, Амаль Дзамыхов, Матвей Бугаев, Анна Вигелина и Вероника Важинская принесли бронзовые медали. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, местами снег. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 1 до 6 градусов со знаком минус. Местами на дорогах гололедица и снежный накат. В горах Республики выше 3000 метров слабая лавина-опасность. В республиканской столице утром сильный снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица и снежный накат. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра опустится до отметки минус 3. Таковы наиболее заметные события Республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова